Добрый день! Зачастую мы даже не задумываемся о том, как вода попадает в кран. А между тем, водопровод в доме – это сложная инженерно-техническая система. От качественного проектирования и профессиональной установки зависит комфорт и уют жильцов. Давайте попробуем разобраться в этой системе вместе. Вода, которая попадает в дом, может быть центральной или индивидуальной. Во втором случае – это скважина. Она бурится на участке рядом с коттеджем. Подробнее об этом мы поговорим с проектировщиком компании «Стройгарант Анапа». Здравствуйте, Дмитрий! На какую глубину бурится скважина? Глубина скважины выбирается в зависимости от назначения этой скважины. Если она нужна для полива, это одна глубина, она может быть минимальна. Если для бытового использования в доме, для питья, для мытья посуды и, в принципе, для использования в душе, это более глубокое бурение скважины, более 20 метров. И в зависимости от того, насколько глубоко залегает наша вода, то есть второй, третий водоносный слой, четвертый, где она находится, там выбирается эта глубина. Как проверяется качество воды? Есть специальные лаборатории и выполняются разнообразные анализы. Такие, допустим, как химический анализ, который делает сбор проб, выявляет качество воды по нескольким показателям. Там порядка, по-моему, 8 или 10. У них есть какие-то нормативные данные. И в соответствии с тем, попадает ли в норматив или нет, там делается определенный вывод по этой воде. Какое еще оборудование устанавливается скважине? Помимо самого насоса ставится реле давления на насос. При желании еще можно поставить гидроаккумулятор для того, чтобы емкость у скважины была чуть больше. Дополнительно мы ставим еще и фильтры. Фильтры можно устанавливать как в саму скважину, так, если есть какая-то бойлерная, либо клиент хочет дополнительно где-то сделать выводы, мы можем поставить выводы в доме. И при желании потом эти выводы отрезаются, тогда ставится система фильтрации. Из скважины вода попадает в трубы. А теперь поговорим о монтаже и разводке этой системы. Расскажите, пожалуйста, трубы из какого материала применяются и почему выбор остановился именно на нем? При выборе труб мы основывались на нескольких факторах. Первый и основной – это, конечно же, долговечность данных труб, так как они будут находиться у нас, большая часть труб будет находиться в монолитном перекрытии, поэтому нужно обеспечить максимально большую долговечность этих труб. Следующий выбор был сделан в пользу экологичности данных труб. Ключим фактором также являлась стоимость данных труб, для того, чтобы мы не могли привисеть какую-то лимитную стоимость дома, чтобы дом не был слишком дорогой из-за выбора данных труб. В результате этого выбор был сделан в пользу полипропиленовых труб, которые полностью удовлетворяют всем нашим требованиям. Что обеспечивает в кранах стабильный напор воды? Для этого нам нужно определиться, о каком конкретно источнике водоснабжения идет речь. То есть, если речь идет о центральном водоснабжении, это управляющая компания, она полностью обеспечивает нам нужное необходимое давление. Если мы говорим о скважине, которая находится на нашей территории, то тут несколько факторов может определять давление в нашей системе. Первое, это, конечно же, глубина скважины. В зависимости от глубины и от того, какой дебит у этой скважины, то есть, какое количество воды может скапливаться в резервуаре, который организовывается в этой скважине, и, соответственно, такое давление мы сможем предоставить в кран. Второй момент, это сам насос. Насосы тоже бывают разные. У них разное водоизмещение, от полкуба в час до 5-6 кубов за один час они могут водоизмещать. Дальше на насос ставится еще электронное оборудование, реле давления, которое регулирует подачу воды. И тут тоже всевозможные вариации от самых дешевых до самых дорогих. И здесь вы можете создать совершенно любое давление. Соответственно, определенным плюсом в скважине является то, что вне зависимости от того, какой у вас напор идет из скважины, вы можете это все отрегулировать и настроить. А это изначально обговаривается с покупателями, какое оборудование установить в скважине, или все-таки уже есть базовый комплект, который всем устанавливается? У нас, конечно же, есть базовый комплект, который предусматривает стандартное использование. Если вы хотите дополнительно еще накачивать себе систему бассейнов на большой объем, если вы хотите использовать скважину для полива, одновременно мыться, соответственно, мы можем вам увеличить емкость, поставить дополнительно еще какие-то кессоны, еще какие-то емкости, в которых создавать давление. Но, в принципе, для семьи из 4-5 человек достаточно просто реле-давление, стандартный насос, наша стандартная глубина скважины, и все будет работать, и давление будет постоянно стабильным. Как обслуживается система водоснабжения? Нам нужно разделить систему водоснабжения на два этапа. Первый этап – это все, что находится в зоне скрытого монтажа. Это те этапы, которые заливаются стяжкой, которые находятся в стенах, когда проводится штрабление газоблока, а также укладываются полипропиленовые трубы, которые в дальнейшем, после введения дома в эксплуатацию, находятся в скрытом состоянии, и к ним нет никакого доступа, ну, кроме как механического, если мы просто будем извлекать эти трубы. Вот, эти трубы перед водом в эксплуатацию проходят опрессовку воздухом, что дает возможность нам проверить их герметичность. И после этого только мы уже продолжаем остальные все работы по закрытию этих труб. Вот, эти трубы необслуживаемые. Есть еще второй этап наших работ – это разнообразное навесное оборудование. Это системы вывода кранов, которым доступ есть. И они обслуживаются, ну, так же, как и любое оборудование. У них есть срок эксплуатации, и при определенной необходимости мы можем подойти, это все спокойно скрутить. Соответственно, есть разнообразная запорная арматура, которой мы можем закрыть ту или иную зону водоснабжения и спокойно провести ремонтные работы. Вот, справедливости ради стоит отметить, что наше оборудование, оно достаточно долговечное, и запас именно по обслуживанию, то есть до следующего ремонта там какого-то, он очень долг. Откуда берется вода и как она попадает в кран, мы уже разобрались. Теперь поговорим о том, как она утилизируется, о системе канализации септики. На наши вопросы ответит прораб компании «Стройгарант Анапа» Федор Григорьевич. Здравствуйте. Расскажите, какие виды септиков бывают? Ну, септиков достаточно много видов есть. Есть накопительные септики, аэробные, анаэробные. Самое ходовое, самое распространенное – это накопительные, анаэробные. Это несколько емкостей делается и перетекает из одной ямы в другую. Значит, аэробные – это когда примерно тот же принцип, но небольшая емкость стоит, и там ставят очистительные камеры отдельно, вплоть до того, что кислородом очищается, и воду можно использовать для дальнейшей эксплуатации, скажем, для полива деревьев. Это типа биосептика? Это и есть биосептика. Есть ли какие-то нормы при установке септика? Обязательно. Это, ну, скажем, основная норма – это санитарные нормы. Значит, санитарные нормы – это нужно отступить от дома в пределах трех метров. То есть он не должен быть ближе, чтобы не было запаха слышно в доме, ну, скажем, и чтобы вода не подтекала, не подмывала там ничего. Так что три метра минимум надо выдержать. Есть еще такие нормы, как уровень расположения септика, я о нем не скажу, но это строительная норма. То есть септик должен располагаться чуть ниже, чем само здание, для того, чтобы больше входило туда жидкости для хранения. Какого обслуживания требуют септики? Ну, может быть, что-то там подливать, чтобы там бактерии размножались? В нашем случае никакого ухода не предусмотрено. Слили, приехали, выкачали, увезли. Все. Так что в этом плане у нас обслуживания нет. Некоторые, да, пускают туда бактерии, некоторые устанавливают насос, который подает кислород, и все это дело бурлит, происходит естественное очищение. Биосептики требуют определенного ухода? Тоже требуют. Даже там уже более щепетильные должны обслуживаться. Туда, значит, в отдельный отсек биоматериал засыпается для того, чтобы перерабатывалось. Там же, если аэробное, то нужно следить, чтобы электричество вовремя подавало кислород, работал, чтобы этот насос. И в любом случае есть первый всегда отстойник называется. В отстойнике снова по мере накопления, но минимум раз в два года нужно этим самым выкачивать те осадки, которые остаются. Обязательное обслуживание в таком плане с биосептиками обязательно, да. Всем известна ставшая уже банальная фраза, что вода – источник жизни, а хорошая вода – источник хорошей жизни. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Если у вас возникли вопросы по строительству коттеджей, задавайте их в комментариях. Мы обязательно ответим на них в следующих выпусках. До новых встреч!